Кросс-Универсал Subaru Outback шестого поколения заокеанской публике презентовали весной 2019 года. А сейчас, после двухлетней паузы, модель запоздало выходит на европейский рынок. По большому счету, старосветская и американская версии не отличаются друг от друга. Разве что с этой стороны Атлантики не будет мощного турбомотора. А единственным двигателем заявлен полностью переделанный атмосферник на 2,5 литра. У него непосредственный впрыск, повышенная степень сжатия, система старт-стоп и 90% новых компонентов. В Европе четверка будет менее мощной, но более моментной. В паре идет снова переработанный клиноцепной вариатор. Что касается, собственно, универсала, то он стал заметно крупнее, хотя колесная база осталась прежней. Соответственно, салон тоже сделался просторнее, в котором вдобавок анонсированы улучшенная шумоизоляция и более качественные материалы. В стандартную комплектацию включен комплекс со стереокамерой под лобовым стеклом, который отвечает за автоматическое торможение и прочие продвинутые способности. На российском рынке новый Subaru Outback появится не раньше августа. К нашим дилерам автомобили будут приходить из Японии. Следующее событие целиком и полностью касается России. Компания Hyundai запустила платформу онлайн-продаж поддержанных автомобилей. Мобильное приложение уже доступно для скачивания через Google Play и App Store. В каталоге будут представлены только проверенные автомобили Hyundai, которые прошли предпродажное обслуживание и диагностику силами официальных дилеров. Еще одна новость цифрового толка. Открывшаяся подписка на автомобили Skoda. Подходящую машину подписчику внутри МКАД пригонят сотрудники сервиса. Но ее эксплуатация разрешена на всей территории страны. Пока что подписку можно оформить только на один год. Притом арендовать можно лишь базовые версии Caroco и Kodiaco. Тарифы 546 и 780 тысяч соответственно. При таких тарифах есть смысл задуматься над покупкой своей Skoda. Компания Renault объявила, что три модели на российском рынке получат поддержку сервисов Renault Connect. Это значит, что Дастером, Арканой и Каптюром можно будет дистанционно управлять через смартфон. В приложении получится узнать местонахождение автомобиля, а также запустить мотор, прогреть салон и заблокировать или разблокировать двери.